Привет, друзья! Подписчики мои! Я не знаю, как вести данный обзор, данный финал нашего всего детища, потому что, короче, получилось так, что когда вот я записал ролик тот, прошло несколько дней, и я, честно говоря, уже даже забыл, где что я менял. Но я думаю, сейчас заново просто вам всё покажу, и мы сами ещё раз посмотрим. Но перед этим, друзья мои, покажу вам сейчас буквально несколько кадров, которые я подснял, не знаю зачем, но как бы жалко выбрасывать. Посмотрим эти кадры. Сейчас начинаю немножко переделывать мой ансамбль. Вот здесь я снимаю вот эти детальки, просто белой стеной заделаю, и вот здесь тоже сниму рыженькую. Ну, а зачем они здесь? Их всё равно видно не будет, а это будет стыковаться вот так вот. И по факту, ну, их не видно, поэтому снимаю их. Впервые показываю вам с такого ракурса, ребята, ну это супер. Здесь ещё ничего не доделано. Вы видите жёлтые вот эти пластинки серые, которые будут затаялены сейчас. Это выглядит очень круто. И, блин, ребята, смотрите, мы сейчас прогуляемся с вами, ну не виртуально, а вот по этой улочке. Так, идём, идём, идём. А, у меня кончается лампа. Ну, в общем, вы поняли, да? Смотрится, на мой взгляд, фантастически. Ну что, будем заталивать? Ну что, я предлагаю потихонечку начинать. Начнём мы с того, что вы уже, в принципе, видели. Вы уже то, что это знаете. Итак, смотрим. Здание номер один. Это Sanctum Sanctorum доктора Стрэнджа. Давайте сразу пойдём сверху. Значит, в принципе, особо ничего не менял. Вот разворачиваем. Здесь добавил пара вот таких вот вентиляционных шахт, якобы. В комнате Питера, сейчас покажу, в комнате Питера, вот здесь, вот, видно вам? Добавил наклейку со стикерами, вот. Да и, в принципе, наверное... Ой, боже, ты кто-то залетел. Пшись, пшись отсюда. И самая нижняя часть. Здесь я, смотрите, что сделал. Добавил вот сюда наклейку. Вот она, то есть... А, вам не видно. Короче, вот наклеечка с пиццей. Да уй, что за мотылёк летает здесь? Короче, вот сюда добавил пиццу. И главное, что изменилось, это, соответственно, внешний передний вид. Вот так вот я затайлил. Получается, сзади у меня тайлы серого цвета, тёмно-серого. Здесь у нас серая часть. И у нас вот такая вот брусчатка, тоже серая. Есть дополнительные пины. На эти пины можно расставить фигурки или ещё что-нибудь. Но они у нас тут не совсем для этого. Они у нас для того, что я покажу вам в конце этого ролика. Сначала сейчас разберусь с молью. Так. Продолжаем. Вторая часть. Второй... А-а-а! Ты что тут натворил? Сейчас, секунду. Значит-то, значит-то, так. Вторая часть. А-а-а! Здесь, спереди, особо ничего я не изменил. Я изменил немножко внутри. Давайте посмотрим. Добавил вот сюда наклейку, осторожно хрупкая. Перенёс паучка с нижней части, где были игрушки, вот сюда наверх. А здесь, в принципе, пока ничего не трогал и не хочу. Единственное, вот сюда положил ещё фомку. Вот такую золотую фомку, и здесь не было. И вот немножко доделал аппаратную. Взял паучка, поставил его наверх. Поставил меч Кая, зайца и вот этот вот из... Забыл, как называется, Hearthstone, Brawl Stars, Overwatch. Вспомнил. На первом этаже ничего не менял. Всё осталось так, как осталось. А вот спереди появился ряд изменений. Во-первых, добавил вот сюда розовых цветочков. Это я говорил, типа они выросли между первой и второй частью. И смотрите, ребята, получилось, что вот так я затайлил эту часть. И вот эта, очень крутая мне понравилась история, здесь идёт ремонт дороги. У меня сначала была тестовая фигурка, чтобы я по размеру понимал. Но потом я её убрал, хотел найти строителя. А потом подумал, блин, так прикольно. Типа он ушёл и всё кинул. И вот здесь кружку оставил. Но при этом можно убрать кружку, и здесь появляется пин для рабочего. А вот здесь у нас, смотрите, просто кладка, которую надо положить у нас, потому что в городе идёт переделка. Переделка в городе у нас идёт. Надо поменять асфальт. Я вам его попозже немножко покажу, на что мы меняем. Итак, получается, вот они, совмещенные две части. Ну, вот так это будет теперь на фоне с дополнительным вкуснителем. В принципе, плюс-минус то же самое. Немножко сдвинул назад, но я, в принципе, об этом и говорю. А теперь... Там книга опять, да, упала? Теперь посмотрим на другое здание, которое я тоже немножко доделал, доработал. Это музей кальмара. Кстати, странно, что я тут и розовеньки не поставил вот сюда. Видимо, про них забыл. Да, подожди, сейчас я посмотрю. Стоп, я поставил вот сюда, поставил вон туда, поставил на первое здание. Даже вот здесь поставил. А вот про это почему-то забыл. Но ничего страшного. Итак, смотрим. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить... А, это я путаю. Короче, вот так с этой ракурса. Со второго ракурса я перенес, смотри, шаляпу снизу, перенес повыше немножко. В самом музее здесь сверху добавил люк. Вот здесь поставил вот сюда вот эти петарды. Здесь у нас какая-то штука, не знаю, что это. Добавил несколько ламп в музее, три штучки. А здесь без изменений. И первый этаж тоже без изменений. Вот с этой стороны все, в принципе, как есть. Единственное, здесь вот свечка у нас. И, значит, зато мы здесь все... А я не могу. А вот так сейчас сделаю. Зато мы здесь затайлили. Вот здесь у нас свечка горит. Потом найду, поставлю. У нас здесь знак. Переместился он вот сюда. Здесь у нас фонарный столб. Девчонка с черепахой. Вот эта часть. На самом деле, менял много чего. Вот сейчас пытаюсь понять, а что же я такого менял. И я вот не помню. Да, кстати, вы же видели. Или вы уже не видели. Я вот не помню. Подожди. Я слишком запутался. Короче, вот кладку проложил. Вот здесь сделал, получается. Да? И вот эту часть тоже подшаманил немножко. И мне кажется, я что-то еще... А, ну и стекла вставил, соответственно, сюда. И что-то, мне кажется, я сделал еще. Так, вот. Вот на вот такую кладку у меня в Лего Сити, в моем городе, в Байзон Ленде, перекладывают плиту. Но, естественно, этого не будет. Потому что я бы сделал весь город в такую вот плитку. Красиво, очень как будто получилось. Но у меня вот все, что есть. Поэтому так. Поэтому представим, что у нас в Лего Сити идет ремонт. Я пытаюсь для себя понять. А, ну, соответственно, вот здесь я переделал. Ну, какие-то маленькие такие переделки. Незначительные. Их очень, в принципе, много. Но так вам бросается в глаза только вот то, что я вам показал. Соответственно, финальная часть. Здесь нашего ансамбля. Так. Вверх. Добавил вот эти штучки. Сразу. А, ну, добавил немножко доклеек здесь. Добавил окно. Я не помню, видели вы, не видели его. Видели вы, не видели вы. Гуляли всю ночь до утра. А, с другой стороны. Смотрим. Вот это круто. Я поставил сюда аэрохоккей. Ну, потому что он идеально у меня сюда влез. Он идеально смотрится. Идеально клево. Мне понравилась эта идея. Я его собрал. Вот. Убрал призы. Ну, вы видели, куда мы их поставили. Тут у нас тыд Капитан Марвел. Немножко здесь переделал. Нашел все-таки пончик. Поставил сюда. Тут у нас вывеска Бейкер. Теперь здесь у нас все совпало. Не здесь, а здесь у нас пончики, донаты. Снизу мед. Переделал немножко на другую плитку. Приклеил. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. А, да. Смотрите. Добавил еще вот сюда вот деталей. Вот у нас здесь еще бочки. Бочки. Кстати, в самом том санкторе мы сверху у нас там золотишко. Здесь тоже, как вы думаете, что в комментариях напишите. Тут тоже кое-что очень интересное. И, соответственно, доделал я продуктовый рынок. Вот так он получился у нас. Добавил сюда уроки игры на гитаре. Здесь не стал ничего менять, ничего не пофантазировал. Мне понравилась концепция, что Ник Фьюри звонит Капитан Марвел, а она повыше с балкончика машет. Ник. Hello, I am the bear. Дальше. Здесь у нас, там у нас багет. Вон он там, багетик лежит. Какая-то морковка, фудмаркет и вот такие вот морковки. Вот. Ребята, как вам? Четыре здания. Получилось, в принципе, мне кажется, годненько. У меня... Сейчас я поставлю их не в правильном порядке. Получится у меня взять их в общий план или не получится? Сейчас мы попробуем зум расширить. Ее. Слушай, ну вот так. Ну вот так получилось. Смотрится клево. И, в принципе, то, что я хотел. Можно перестроить влево, можно перестроить вправо. Не снимать каждое здание по отдельности, как был концепт изначально, а прям брать пластину и перестраивать. Можно оставить так, можно поменять местами. Будет круто. Но, ребята, то, ради чего все это дело и затевалось. Сейчас мы будем собирать улицу и покажу вам то, что будет в центре этой улицы. Покажу вам сначала так, а потом поставим и посмотрим, как получилось. И это у нас номер один. Ой, подожди, я неправильно вот здесь надо было поменять немножко местами. Сейчас, секунду. Я хотел сделать так, а потом что-то я затупил как-то. Я все время туплю, вообще я тупой. А-а-а! Нет! Не... Ну куда ты? Попадос. Секунду! Секунду! И... Так, ну все. А я думаю, что-то не то здесь. Вот. Ну вот так. Ну понятно, ребята, что можно менять, не переменять. Вот так у нас. Здесь у нас дерево, травушка, мусорки, цветочки, еще мусорки, фонарики. Это первая часть. И вторая часть. Это вот такие три дерева и трава. Ну что, я предлагаю начать... Так, вы рассмотрели? Я, считай, старался. Два часа старался. Так, отматываем. Опа. Ну что, вы меня смотрите. Знаете, что это такое? Это, короче, штука двигать штатив. Давайте собирать так, как это должно быть. Я не помню, как это должно быть. Так. У нас вот целый тетрис сейчас намечается. Значит, это здание мы уносим туда. Это у нас. Финализируем. Ать! Ать! Так, это первая часть улицы. Это, получается, дальняя часть улицы. А это ближняя часть улицы. И... Я, кстати, сам этого еще не видел. Вот при вас посмотрим в первый раз. Да, книга все-таки у меня опять упала. Задолбали. Такс. Опа! Ну что? А, поближе надо сделать. Во! Во! Е! Круто! Смотрите, вот эту траву мы переносим сразу на центр. Там специальное крепление для нее есть. Я крепить не буду, так поставлю вам показать тезисно. А то я просто не дотянусь рукой до нее. И вторую часть можно поставить как угодно. В принципе, мы поставим вот так вот деревцом к стройке. А? Ну что, пацаны? Как вам? По мне, это смотрится волшебно. Вам на камеру не так видно. Но поверьте мне, это смотрится офигенно. Жалко, я, конечно, в таком варианте оставить не смогу. Потому что нет, надо на полке разложить. Очень удобно. Кстати, у меня есть зелень. Я думал, куда ее девать. Думал, поставить на полку. Не круто. Она прикольным поставится сзади. Дома. Слушайте, ну что, ребята, в комментариях напишите, как вам такой проект, как вам такая улица. Давайте мы сейчас камеру сниму. Покажу вам, как это выглядит. Сне камеры. А, я вам прям так, что монтирую. Что-то просим раз. Давайте вместе с вами пройдемся. Сейчас только я лампу подниму. Значит. Вау. Ля. Ля. Ребята. Не, ну круто. Мне кажется, получилось очень круто, амбициозно. И я реально старался для вас. Ну, получается год. Поэтому, если вы поддержите этот ролик, подпишитесь на канал. И я вам в комментариях предлагаю порассуждать, сколько здесь деталей. И сколько бы эта штука могла стоить. Я, честно говоря, ставлю на полтос. Ну, потому что объясняю. Во-первых, по размеру это прям чисто Гарри Поттер. Вот это вот косая лея. По количеству деталей, я думаю, здесь в районе пяти, шести, семи тысяч деталей сто процентов. Потому что очень много маленьких, очень много и цветов, и тайлов, и вот этих. Посмотрите. Только вот здесь, наверное. Вот только вот в этом моменте деталей, наверное, сто пятьдесят, учитывая нижние под ними. Поэтому, ребята, я ставлю на полтинник. И я ставлю на полтинник. А почему нет? Потому что, ну, это как бы я сделал. Это круто. Это выглядит потрясающе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока.